Надо постараться, прям надо постоянно этот момент мониторить, когда набиваем. Я кукол набивала с весами. С весами? С ювелирными весами. Здорово. Ну, какое-то развлечение, опять же. Ну да, получается, то одна рука больше, то другая рука больше, то одна тоньше, то другая тоньше, а когда точно знаешь, что одна рука 6 грамм, а вторая 7, то добавляешь. Ну, в общем, ничего. Нормально. Впервые такое слышу, теперь буду знать. Сколько будем вешать граммов? Да, ну сколько в граммах? Сколько? Сколько в граммах? А во время Чебурашку другого, по другой выкройке, и отдала сыну. Он поехал в Дагестан с ребятами. И Чебурашку взял с собой. Ну, ребята там сначала, ребята, взрослые мужики там, по 50 лет такие ребята. Ну, сначала они как так, ну, не то чтобы с изёвкой, но так, в общем, с весельем отнеслись к этому Чебурашке. А потом они приехали в... Ой, господи. В Кисловодск. В Кисловодск. Нет, в Кисловодск. Не из Кисловодска, а по Махачкале мотались. Они по Дагестану они мотались. Ну, Нальчик, наверное, да? Ну, куда, в общем, нет, они приехали в этот, господи, в Сталинградскую битву, в Волгоград, в Волгоград приехали, а там этих Чебурашек, видимо, невидимо, продают. Ну, ребята говорят ему, ну, купи ещё одного Чебурашку. Он говорит, а зачем, меня мама ещё сожжёт. Так, Чебурашки пошли сейчас прямо направо-налево. Ты их долго-долго не вспоминали. А, нет, а после фильма-то вон как. После фильма. А после фильма вспомнили эти Чебурашки. И вот даже со скандалом. Помните, скандал был с Успенским когда-то. Даже тогда Чебурашки не вспоминали. А вспомнили после фильма. Сейчас Чебурашки вообще просто на пике. В тренде. Да. Чебурашки на жизнь. Тут на выставке, где-то, на какой-то выставке, ты, говорит, Чебурашки тоже там. На ура шли. Продавались. Чебурашки в тренде были всегда. У меня Чебурашки у сына там немедленное количество, когда, а ему уже там 50. Так что я покупала ему ребёнка. Так что Чебурашка... Ребёнком, да. Когда они были ребятами, детьми у нас, тогда, да, действительно, Чебурашки и шили, и в пионерских наберях шили, и продавались. А потом какое-то затишье было с этими Чебурашками как-то. Кукла, кукла, кукла. То Чебурашки... Вот теперь опять волна. Да, да, волна Чебурашка опять пошла. Так, делаем... Зашиваем, вернее, вот эту вот шель. Вытягиваем мех. Ну, в общем, поняли, да, что его можно набить всем, чем возможно. Что есть под рукой. Хотя пилками. Конечно, хотя пилками, да. Чем хотите. Вообще идея. У меня столько пилок у сына. Можно тоже что-нибудь ими набить. Так, вторую вышиваем. Ой, 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 ой. Обрыв потянуло сильно. Люблю тянуть сильно. Так, а теперь надо взять ниточку потолще, чтобы сделать ему пальчики. Пальчики. Прям так можно приложить. И... И, и, и. И потыркать. Нарисовать просто. Думать чем, чем, чем. Вот эти штуки. Ну, в общем, если хотите, можно так. Если не хотите, можно просто. Просто. Четыре штуки. То есть четыре пальца. Раз. Два. Раз, два, три, четыре. Или это что-то уже много. Три штуки делаем. И... Четыре штуки делаем. Какой-то взятый. Чёрный, что ли. Чёрный. Вот так. И, наверное, всё-таки вот этот второй кончик я вот сюда вставлю, чтобы не делать узелок. И вот эти вот два конца мы соединяем. Получилось четыре нитки, что ли, да? Две нитки. Вот тут просто у нас вот такая петля будет. Мы сейчас через петлю пройдём. чтобы нам не делать узелок. И назад. Сходим. Вот так затянулись. И теперь просто вот так перекидываем. и идём вот сюда. Идём вот сюда. штука. Так, наверное, можно было и побольше сделать, да? Вот отсюда прям... Ладно, оставим такими маленькими. перекинули. Вот так, перекинули. И теперь мы выстрижем вот эти вот штуки, и у нас получатся пальчики. Так, и где-то надо как-то куда-то выйти, сделать закрепочку. и дико. и... Продолжение следует... Прямо тут постригаем, чтобы просто она образовала. Продолжение следует... Продолжение следует... В общем, можно вырезать, а можно не вырезать. Просто видны будут вот эти здесь. Мне больше понравилось, когда они просто круглые. Вот тут кругленькие. Без всяких пальцев. Либо подстригать ее уже всю. Прямо тут всю подстричь. И вообще хорошо и с пальцем смотрится. Можно прям другую нитку взять, чтобы виднее было. Так, сейчас я попью эти полночек. Да, можно было вот этой яркой ниткой сделать. Светленькой. Так, почему-то форма приплюшивается, когда делаются пальчики. Попробую я другую нитку. Известную. А, ну, второй. Толстый джинсу. Сейчас я и там попробую, и здесь. Так, сейчас я еще разочек уже пройдусь. Прямо вот тут вот. В общем, чтобы лапо образовать. То есть, вот эти вот ноги. Пальцы. Надо очень сильно прям их протянуть. Наверное, несколько раз даже лучше всего. Их вот так вот объять. Вот так прям. Не один раз, а не несколько. Чтобы плоский стал пальчик. Чтобы он прям образовался. Вот так вот. Вот его теперь видно. Нитки не видно. Хвостик торчит. А палец начинает быть видно. И выйти в следующий палец. Вообще, их можно было даже вообще нормально. Так, и теперь сюда. Вот так вот. Несколько раз. Прямо захотелось их сделать виднее. Вот так сильно-сильно. Сильно-присильно. Еще разочек. Не зажимает кожу. И у нас последнее зная 30-го, да, было? Да. Да, будет 30-го. Спасибо. Как мы будем жить без вас? Жить? Не делай себе фумира. Даже представить трудно. Надо как-то представить, как вы жили раньше без меня. Уже привыкли. Да нет, Леночка, все займется тут же другими занятиями. Но мы вас будем ждать всегда. Хорошо. Так, и выходим в следующий палец. Я их прям тут намельтешил, очень близко. Прямо близко. Надо было раз-раз, и вон как. Не ориентируемся на эту выкройку, не ставим никаких отметок, а просто ориентируемся на местности уже. Где бы вам хотелось, чтобы эти пальцы шли. Вообще двойной ниткой их проще делать, чем одинарный. Ну, в общем, ладно. Так-то видно их и хорошо. Их то видно, то не видно. Можно не мучиться. Делаем закрепочку. И выходим в ногу. Раз-два-три, ноги четвертой. Надо на этом тоже определить эти четыре-то. Ладно. В общем, что с пальцами, что без пальцев. Такое чувство, что ее просто приплюснула эту ногу, она стала меньше. А эта еще большая. В общем, приплюснуть и подстричь. Спасибо. 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 Вот она вот такая. Когда мы ее пальцы делаем, она у нас приплюскивается. Сплющивается, в общем. Нитку длинную. Два конца. Вставляем в одну узко. Два конца. Заходим, идем назад и заходим вот в эту петельку и потягиваем. Сплющиваем это все дело и сюда перекидываем. И сразу же идем в другой палец. А этот мы затягиваем. Вот так сильно, сильно, сильно. Постоянно держим. Снова заходим. Можно несколько раз, конечно, пройтись. Сейчас средненький пальчик. Несколько раз пройдусь. Кожа, на ней нельзя много раз фоколы ставить, иначе они остаются там. Вот так еще разочек пройдемся. И еще вот сюда последний пальчик. Маша, сходи, но сейчас накануя. Так, еще разочек. Все, тут виднее даже пальцы почему-то получились. Маша, у меня урок сейчас заэкономим. Хорошо. Делаем узелок. Вот почему-то эта нога другого формата. Да что вы все ко мне приходите, я вот не пойму, что ж такое. Моя семейка Добсона. Так. Все. Все нормально.